Итак, уважаемые абитуриенты и их родители, позвольте для вас провести презентацию кафедры биотехнологии и технологии общественного питания и товароведения с точки зрения профориентационной работы. В рамках этой презентации мы рассмотрим вопросы, связанные со вступительными испытаниями, с количеством бюджетных мест, количеством мест на договорной основе. Поговорим о каждом из направлений подготовки, которые реализуются на кафедре отдельно. Рассмотрим материально-техническую базу, рассмотрим условия трудоустройства и прохождение практик выпускников и студентов. Итак, вступительные испытания. По кафедре биотехнологии и технологии общественного питания и товароведения реализуются следующие направления подготовки. Уровень бакалавриата — это 19.03.01 — биотехнология, 19.03.04 — технология продукции организации общественного питания. Для данных направлений вступительными испытаниями является математика, физика, русский язык. На слайде представлены и минимальные баллы по данному направлению подготовки. Также уровнем бакалавриата является направление подготовки — 38.03.07. направление подготовки называется «Товароведение». Вступительными испытаниями является математика, общество знания, русский язык. На слайде представлены минимальные баллы для данного направления подготовки. И уровень магистратуры — 19.04.01 — биотехнология. Сюда имеют право поступать абитуриенты, уже имеющие диплом о высшем образовании, либо уровень бакалавриата, либо уровень специалитета. При поступлении они сдают междисциплинарное испытание, проходят, и сдают тест. Минимальное количество баллов — 63 — это данные прошлого года. По поводу количества бюджетных мест. Бюджетные места предусмотрены по трём направлениям подготовки. Это два направления бакалавриата — это биотехнология и технология продукции организации общественного питания. 15 и 13 мест, соответственно. А также направление подготовки биотехнология по магистратуре. Это приемная кампания 2020 года. Количество мест на договорной основе. Что касается количества мест на договорной основе, то здесь предусмотрены места по двум направлениям подготовки. Это технология продукции организации общественного питания, 100 мест на заочной форме обучения и 38.03.07 товароведения 20 мест на очно-заочной и 50 мест на заочной форме обучения. Стоимость обучения. Стоимость обучения, оплата, предусмотрена на местах на договорной основе. Это направление 19.03.04 технологии продукции организации общественного питания на заочной форме. Оплата за семестр составляет 24.500. И товароведение. Очно-заочная форма 26.000 за семестр и на заочной форме 17.500. Итоги приемной кампании 2019 года на очную форму обучения. По биотехнологии уровень бакалаврия 19.03.01 проходным баллом на бюджет являлся сумма 142 балла. Средний балл ЕГЭ составлял 60.13. Общее количество заявлений на бюджет по данному направлению составляло 81 заявление. По направлению подготовки технологии продукции организации общественного питания проходной балл 150. Средний балл ЕГЭ 58.67. И количество заявлений на бюджет на данную форму обучения материала 48. Биотехнология. Проходной балл был 63. Средний балл ЕГЭ не предусмотрен. Количество заявлений на бюджет было 22. Теперь давайте рассмотрим более детально каждое направление подготовки. Начнем с направления подготовки биотехнологии. Итак, где, возможно, будет реализовано данное направление? Ну, это такие проекты, как проекты в энергетике, проекты в сельском хозяйстве, в медицине, био-технологии, химии и пищевой промышленности. Необходимо отметить, что в России утверждена национальная программа развития биотехнологии в Российской Федерации. Приоритетным направлением которого является подготовка кадров различного уровня по направлению биотехнологии. Руководителем направления подготовки как бакалавриата, так и магистратуры является профессор, доктор медицинских наук Чеснокова Марина Геннадьевна. Научное направление Марина Геннадьевна это биокоррозийная активность почвогрута, биоремедиация объектов окружающей среды. Также необходимо отметить и научно-педагогических работников, которые осуществляют образовательную деятельность по данному направлению подготовки. Это прежде всего Артюхова Светлана Ивановна, это профессор, доктор технических наук. Никитин Сергей Владимирович, главный врач Центра гиены эпидемиологии Омской области. А также Евдокимов Никита Сергеевич, кандидат медицинских наук. Чачина Светлана Борисовна, доцент, кандидат биологических наук. На данном слайде представлено материально-техническое оснащение, которое позволяет качественно проводить как образовательные процессы, так и организовывать научные исследования по данному направлению подготовки, трудоустройства и практики, и практика биотехнологов. На данном слайде отмечена только небольшая толика тех предприятий, где студенты проходят практику и впоследствии куда они доустраиваются. Это Центр гиены и эпидемиологии в Омской области. Группа компаний «Титан», «Газпромнефть» ОНПЗ, «Сан-НБЕФ» филиал Омской в городе Омске. Следующее направление, которое мы в данном ролике рассмотрим, это направление 19.03.04 технологии продукции организации общественного питания. Направление подготовки является единственным в городе Омске, то есть никакой другой ВУЗ не готовит больше инженеров-технологов для общественного питания. Руководителем основной образовательной программы является Шадовин Максим Александрович, это кандидат технических наук, доцент. Научно-педагогические работники, которые реализуют образовательный процесс в рамках данного направления, это Броковская Гина Владимировна, кандидат технических наук, доцент. И есть Павла Мария Сергеевна, старший преподаватель. Завгородняя Любовь Михайловна, старший преподаватель. Предприятие «Партнеры» — это предприятие, где студенты проходят практику и куда впоследствии они трудоустраиваются. Необходимо отметить такую компанию, как «Сургутнефтегаз», компанию «Пурнефтегазгеология» и также основные рестораны, кафе, бары города Омска, где наши выпускники трудоустраиваются и впоследствии активно идут по карьерной лестнице. На данных слайдах представлена учебная деятельность, показаны основные мастер-классы, экскурсии по ведущим предприятиям города Омска, а также представлен следующий слайд — это международное сотрудничество. Необходимо отметить, что в рамках данного направления подготовки предусмотрены как лекции ведущих ученых Европы в рамках грантов Erasmus, а также непосредственно стажировки в как евразийских университетах, так и европейских. В рамках данного направления подготовки на кафедре успешно функционирует кулинарный кружок «Радуга вкуса». он предназначен для выпускников школ и выпускников колледжа, где абитуриенты могут ознакомиться с тонкостями о своей будущей профессии, изучить основные особенности как русской, так и европейской кухни. Следующим направлением, которое мы рассмотрим, является направление 38.03.07 — товароведение. Товароведение — это наука потребительской стоимости товаров. Данное направление открыто еще было в 2011 году. Объектами профессиональной деятельности являются как пищевые и продовольственные продукты, так и непродовольственные товары. Видами деятельности товароведа или менеджера по качеству являются организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента, торгово-закупочная деятельность, также оценочная аналитическая деятельность, торгово-технологическая деятельность. Сферами научных интересов преподавателей-студентов по данному направлению подготовки является идентификация и исследование потребительских свойств товаров, анализ ассортимента товаров на торговых предприятиях, а также квалификационный уровень преподавателей, который в рамках видеоролика мы осмотрим, это прежде всего 80% преподавателей – это кандидаты наук и доценты, 15% преподавателей – это представители-работодатели. Стаж работы преподавателей кафедры в данном направлении является от 10 до 35 лет. Необходимо отметить и высокие показатели по научно-исследовательской деятельности. В рамках НИР студенты и преподаватели исследуют, проводят испытания, также проводят анализы. В структуре кафедры входит учебная лаборатория материаловедения, испытательная лаборатория продукции, текстильной и легкой промышленности. Кафедра по данному направлению активно сотрудничает с предприятиями и организациями. Это международное сотрудничество с Карагандинским экономическим университетом КАС Потребсоюза, а также с такими предприятиями, как торговое предприятие «Метро», «Бау-центр», а также экспертная деятельность сотрудничества с Омской торгово-промышленной палатой компании «Соэкс Омск». На этом позвольте нашу презентацию можно считать закрытым. Метро» Продолжение следует...